Обновленный дом культуры Буревестник в Молокове не узнать. Стильные бра, гранитная отделка стен в фойе, есть чем гордиться. Те, кто видел это здание всего год назад, точно бы подумал, что попал в какое-то другое место. Изменился и зал. Удобные мягкие кресла, специальные подъемники для инвалидов, декоративное оформление стен, современный, удобный, многофункциональный зал. И отчет о проделанной работе в нем слушается как-то торжественнее. Перед началом собравшимся показали небольшой лирический ролик о сельском поселении. Любовь Тарабрина отметила, что в прошлом году деятельность администрации ориентировалась на программу социально-экономического развития поселения. В частности, был открыт многофункциональный центр, что значительно облегчило жизнь граждан, живущих в Молокове и ближайших деревнях. Развивалась и социальная инфраструктура. Новый детский сад, начало строительства пристройки к Молоковской школе, долгожданное продолжение и, я уверена, успешное завершение в текущем году – это строительство больницы. В 2016 году у Молоковской школы был построен новый современный школьный стадион. Исполняющая обязанности главы поселения Молоковская отметила, что в 2016 году план по доходам был выполнен на 102 с лишним процента. Она отчиталась о доходных и расходных статьях бюджета, в частности, о поддержке муниципальных программ. По словам чиновницы, были проведены ремонт и реконструкция отдельных участков поселения, велась социальная работа, активно поддерживалась культура и спорт. Любовь Тарабрина также озвучила планы на предстоящий год. С наименьшими затратами добиться выполнения стоящих перед органами местного самоуправления задач, выбрав наиболее рациональные способы и механизмы их достижения. Создавать благоприятный инвестиционный климат во всех отраслях экономики. Это особая задача, которую губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поставил перед муниципалитетами. После слово взял Виктор Огоньков, председатель местного совета депутатов. Он отметил одно из главных организационных преобразований. В 2016 году Советом депутатов сельского поселения Молоковская было принято решение о передаче полномочий сельского поселения на районный уровень. Этот шаг позволил сэкономить 19 миллионов рублей. В течение 2016 года неоднократно рассматривались вопросы имущественных отношений, связанные с изменением состава муниципальной собственности. Решались вопросы по передаче муниципального имущества в казну Ленинского муниципального района в связи с передачей полномочий администрации Ленинского района. В конце встречи перед жителями сельского поселения Молоковская выступили представители законодательной и исполнительной властей Ленинского района. В частности, Валерий Венцель, председатель Совета депутатов муниципального района, высоко оценил проделанную работу коллег. К главе муниципалитета Олегу Хромову традиционно было много вопросов от местных жителей, на которые он ответил в течение встречи. Искать какие-то точки соприкосновения в самых болезненных вопросах, которые возникали у нас на территории поселения. И все-таки мы, пусть не семимильными шагами, но поступательно движемся к тому, чтобы проблему за проблемой решать. Несмотря на ряд острых вопросов, озвученных жителями поселения Молоковская, в целом работа администрации и Совета депутатов признана удовлетворительной. Максим Козлов, Алексей Руднев, Видное ТВ